Всем привет! С вами Женя. Если вы изучаете восточные языки, то, скорее всего, вам задавали такие вопросы. Мне пришла посылка с Алиэкспресс. Можешь прочитать, что здесь написано? Я слышала столько рекомендаций об этом японском шампуне. Пожалуйста, прочитай описание, что входит в состав. Я знаю, ты слушаешь группу Blackpink, а ты понимаешь на слух, о чем они поют? В смысле, иероглифы? Есть какая-то разница? Если вам задавали такие вопросы, то ставьте пальцы вверх, чтобы я просто знала, или в комментариях пишите, сколько нас здесь таких. А даже хорошие друзья, они такие, слушай, мне как-то даже стыдно спрашивать. Но реально скажу, что они по-китайски. Одно дело, когда это там незнакомые или просто знакомые, ты говоришь, это типа разные вещи, пожалуйста, отстаньте. Но что делать, если такая пунктиница происходит у вашего студента? Я говорю про репетиторство. Я являюсь репетитором и английского, и китайского. И, соответственно, мне важно, чтобы мой студент понимал эту разницу, и у него не было этого казуса корейский, японский, какие-нибудь языки, чтобы можно было это различить. Когда я думала найти что-то подобное такое, какое-то простое упражнение в интернете, везде были трактаты Википедии, различия этого языка. Да, корейский отделился от Китая в 1400-ом каком-то году, японские там, та-та-та, остаточные иероглифы. Ну, как бы я это знаю, я это читала. Но здесь вопрос не глобального подхода, а чтобы на слух ваш студент быстро мог различить эти языки. И я придумала прикольное упражнение. This discovery excited him so much that he jumped out of the tub and ran through the streets naked, shouting, Eureka! В китайском языке и в японском, и в корейском, я точно знаю, есть устойчивое выражение, ну, как, не знаю, в русском фразеологизмы. В китайском для них есть название чанюй, для японского и корейского, простите, я не знаю. На всякий случай, дисклеймер. Если я кого-то своим произношением обижу, японца, изучающего корейский, корейско изучающий японца, то, пожалуйста, простите, моя специальность в китайский язык. Получается, я подобрала серию фразеологизмов. Я читаю пословицу на русском языке, и я прошу своего студента отгадать, с какой стороны этот фразеологизм. Если отгадал сразу с первого раза, то ему 2 балла. Если он не отгадал, то я уже читаю язык оригинала. И уже со второй попытки, если студент отгадывает, я думаю, ему 1 балл. А если отгадывать, то 0. Ну, печаль. Соответственно, в самом начале вы даете три разных фразеологизма. Давайте с вами попробуем. Алмаз не будет обладать блеском драгоценного камня, если его не отшлифовать. Ну, я думаю, здесь нет проблем, какая-то страна, но я не буду пока говорить. Второй фразеологизм. Если съесть суп из водорослей в день экзамена, то провалишься. Тоже пока для вас я не буду говорить. И третье. Помочь поколению принести спокойствие. Давайте поставьте на паузу, потому что для вас, как интерактив, угадайте, какой фразеологизм откуда пришел. Так, допустим, гипотетически вы не угадали страну. Вот, ну, печаль, у вас так не получилось. Когда вы не отгадываете, соответственно, студент не отказывает, с какой стороны фразеологизм, зачитываем на языке оригинала. Первое было про алмаз. Читаю про алмаз. Даже если вы прочитали с явными какими-то ошибками, но сама структура будет понятна. И уже по вот этому произношению, думаю, ясно, что это за страна. Три, два, один. Япония! Да, первое, это относится к Японии. Соответственно, у вас фразеологизм. Вдруг не отгадали, вы прочитали по-японски. И даже если, опять же, студент не знает вообще, как звучит японский, вы ему прочитали. Вот на этом моменте он уже запомнил, как примерно звучит японский. Второе фразеологизм. Секем най, негок, мек, йомнен, тьолюн, гинда. И по звучанию прям кардинально отличалось от первое про алмаз. Второе у нас Корея. И третий фразеологизм. Ти ши, ан мин. Соответственно, остался китайский. Здесь я специально подряд прочитала эти три фразеологизма. У вас это уже со студента происходит в манере игры. Уже на вот этих трех примерах студент более-менее смекает разницу. У меня здесь 12 примеров. Я их здесь приложу вордовским документам. Мне не жалко. Я собрала по четыре фразеологизма с каждой стороны. И вот такие баллы студенту будет забавно. Ну, там типа два балла, один балл или ноль балла, как он отгадал. Ну, самое важное, в конце вы спрашиваете студента, ну, а как ты вот понимаешь теперь разницу, скажи, вот как ты на слух можешь определить. Скорее всего, сто процентов вероятности скажут, что корейский очень твердый, много согласный. Японский очень мягкий. Японский очень интонированный. Еще не с одним студентом у меня не возникли проблемы с этим упражнением. Все смекали, всем было весело. Сами они потом пытались это произносить. И второе, вы должны показать иероглифы. То есть, и спросить, опять же, посмотри и скажи, чем отличаются там корейский, японский от китайского. У меня просто студенты изучают китайский, они типа сразу видят там черточки. Я говорю, а что ты видишь в японском? Он такой, о, а здесь тоже есть иероглифы. Да, почему? Потому что вот японский под эгидой Китая он был, да, когда-то он принадлежал Китаю. А что в корейском? Вообще какие-то геометрические фигулки, треугольники, кружочки, квадратики, да, вспоминаю. И говорю, в кальмар? Ну да, так она есть. То есть, там четкие фигуры. И спрашиваю, а это иероглифы? Он такой, да. Я говорю, нет, это алфавит. И уже, если вы хотите, вы можете дольше потратить на это время, не хотите, меньше потратить. Здесь буквально уходит, я не знаю, от силы минут 10-15, в зависимости, насколько долго вы хотите в историю погружаться в той или иной страны. Одного такого упражнения хватает, чтобы больше не было вообще вопросов у студентов. Да, то есть я сама, ну я изучаю китайский, поэтому я могу прикалываться над всеми восточными языками, как и вы. Юмор никто не отменял. Надеюсь, выпуск был вам полезен. Смотрите другие мои видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok